Дорожная полиция Караганды Иностранные автомобили долгое время манили своей недоступностью целые поколения советских людей. Стены гаражей и квартир украшали вырезками с изображением элегантных авто. О них мечтали, имели, восхищались, но не имели их. Все изменилось в одночасье. Теперь иномарку можно было видеть воочию. И не только видеть, но и стать ее владельцем. В 90-е годы после развала СССР в Караганде стали очень популярны авто из Германии. Mercedes, BMW, Audi, Opel, Volkswagen. Такие машины были признаком достатка и крутости. Немецкие авто 90-х были прочны и неубиваемы. Они действительно имели неплохой запас прочности. Новую профессию в народе прозвали гонщик. В то время ответ «гоняю машину из Германии» на заданный вопрос о роде занятий никого не удивлял. Западные немцы массово избавлялись от автохлама. К примеру, 10-летний Opel Record в отличном состоянии можно было приобрести за 500 западных немецких марок. Это равнялось примерно 350 долларов. В перегоне машины за границей, выбрать подходящий экземпляр, растаможить его и довезти до авторынка – это было только полдела. Главной задачей было просто выжить, потому что шансы встретить на трассе бандитов стремились к 100%. 1997 год – это год, когда я приобрел, наверное, самую крутую автомашину, которая была в Караганде. Она называлась Nissan ZX300 Targo. Это спортивный автомобиль, трёхлитровый, крыша снимается, и она становится кавариолетом белого цвета. Причём я её заказывал, если кто помнит, конечно, в те времена были жвачки Turbo. И там вкладыши были с машинками. А тогда, в тот период, был такой год, когда из-за границы завозилось довольно большое количество автомашин. Ну и не надо забывать, что это были такие лихие 90-е годы. И у меня очень много, так скажем, коллег было, которые промышляли вот таким бизнесом. И когда вот такую жвачку я открыл, вот увидел вот этот вкладыш, открыл, и вот разговор зашёл по поводу автомашин. Я говорю, вот мне вот такая нравится, без проблем пригоним. И мне её притащили. Буквально через месяц я, это когда сел, ну я был первый парень на деревне. Это как раз времена таких, знаете, культовых автомашин. Это Мерседесы 600, Кабаны, это Гранч Рокки, это Вольво 740. Ну, Бэхи 700, вот не помню сейчас, вот такая вот большая, огромная. Ну, это машины вообще, их тягали. Ну, какие-то машины были бандитские, как их называли, да, это БМВ, как правило. Ну, тогда, вот до 97-го года это были восьмёрки, это если советские автором, восьмёрки. И 99-й обязательно цвет мокрый асфальт. То есть, если на мокром асфальте едет, или она едет, однозначно это кто-то едет из бандюков. В 97-м году тогда ещё дорожная полиция, она называлась, объявила такую войну водителям иномарок, которые носились по городу. Ну, их понять можно, то есть, когда пересаживаешься с каких-то отечественных автомашин, садишься на иномарку, которая, во-первых, комфортная, комфортный салон, и у которой, там, 200 с небольшим лошадей под капотом, конечно, хочется разогнаться. При том, при всём, что, ну, дороги, ну, относительно пустые были, конечно, хотелось погонять, особенно молодёжи. И вот, я вот помню, вот эти вот, ну, это, бредни, можно сказать, раскидывали, ну, от слова бредни, да, как рыба-рыбаки, особенно на Бухар-Жарау, район кондитерской фабрики, всегда выставлялись по патрули по обе стороны, и всех подряд, да, вот, останавливали, проверяли и так далее. То есть, пытались бороться вот с такими лихачами на дороге, в те времена довольно жёстко всё-таки боролись. Ну, опять же, это ещё связано с тем, что, что называется, Старая Гвардия ещё была в ГАИ, и вот, помню, там, начальник был Фельде, сейчас он проживает в Германии. Потом начальник Рео был, Цейслер, да, вот, тоже в Германии. Ну, все поезжали, то есть, эти люди, они, да, это легенды дорожной полиции Караганды. Автомобилей на дорогах Караганды с каждым годом становится больше. На 2017 год в городе зарегистрировано 177 тысяч автомобилей и мотоциклов. Большая часть находится во владении граждан. В городе очень актуален вопрос разгрузки имеющейся транспортной инфраструктуры. Строительство новых дорог требует немалых финансов. Высокая остаётся и аварийность в городе. Только в 2016 году в Караганде произошло более 4 тысячи ДТП. В дорожных авариях погибли 38 человек, 262 человека получили травмы. Субтитры создавал DimaTorzok